В эфире программа «Городские встречи» в студии Дина Исляева. Сегодня у нас в гостях ветеран органов безопасности, подполковник запаса Сергей Рюмин и председатель Совета ветеранов УФСБ России по Рязанской области Николай Дронов. Здравствуйте. Добрый день. Сергей Борисович, давно вышла Ваша новая книга «Санитары. Оперативный эксперимент». О чем она? Эта книга, название говорит само за себя. «Оперативный эксперимент». Это одна из спецопераций, которую органы безопасности, возможно, проводили на территории Северного Кавказа против иностранных спецслужб. Действие романа развивается и в арабских странах, и в Соединенных Штатах Америки, в Ленгле, и в Северном Кавказе. Ну, конечно, ключевое действие происходит в Москве. Все это взаимосвязано, и я старался показать между собой связь как иностранных спецслужб, так и террористов между собой. Что они, их разведывательно-подрывная деятельность теснейшим образом между собой связана. Все-таки какие-то реальные события описываются или они не легли в основу книги? Если такое место и имело бы быть, я думаю, что эта спецоперация была бы засекречена на длительное-длительное время и вряд ли бы стала нам известной. Все такого рода операции, когда разглашаются, нам становится про них известно. Это значит, что спецоперация не удалась. Николай Михайлович, теперь вопрос вам. Выход новой книги, это, наверное, все-таки дополнительный повод встретиться с коллегами. Была ли какая-то отдельная презентация для Совета ветеран? Ну, безусловно, что данное событие, оно неординарно для любого коллектива, а тем более для такого не широкого круга ветеранов, органов безопасности и для нашей организации. Потому что фактически наша организация этот первый год начала дышать полной кровью. Мы зарегистрировались во всех необходимых государственных структурах, финансовых, налоговых и прочих. И теперь можем в полной мере показывать свою деятельность, как на имеющемся сайте. И, безусловно, данное событие найдет отражение на этом сайте. И, безусловно, тот сигнальный выпуск, который мы подготовили к празднику, профессиональному празднику, к 20 декабря, сигнальный выпуск газеты «Рязанский чекист» тоже выделяет этому необходимое место. Обсуждаться эта книга, безусловно, обсуждалась, потому что, я еще раз повторюсь, для нашей организации, для такой закрытой, небольшой и немногочисленной такой событий, иметь в своих рядах такого человека, который способен описать ту оперативно-служебную деятельность, которой занимаются органы безопасности, пусть они где-то, эти события, не совсем соответствуют действительности, но, поверьте мне, что они недалеко от того замысла, который в этой книге изложен. Сергей Борисович, действие романа происходит в начале 2000-х. Вот этот выбор времени, он случайен или нет? Понимаете, лично мое мнение, что автор должен знать обстановку, должен опираться на действительные факты, знать материал. Вот мне довелось побывать в командировке в 2002 году и так далее. Я был в Чеченской республике. Так получилось, что мне пришлось ее практически всю изъездить, посмотреть, поучаствовать в некоторых мероприятиях. И, соответственно, поэтому я счел необходимым, если писать, то писать именно о той Чечне, в которой я был. А как вообще получилось, что вы все-таки сели и решили написать книгу, когда это было? И какая книга стала первой вашей? Первой книгой стал роман «Позывной санитара». Идея романа родилась еще в период командировки. Я об этом поделился со своим напарником. Напарник, конечно, поддержал меня. А идея состояла в том, чтобы показать деятельность органов безопасности из-за кулис. То есть не ребят, спецназовцев, которые в бронежилетах с автоматами героически берут бандитов, преступников, надевают на них наручники и волокут в суд, а именно тех оперативных сотрудников, чья деятельность не видна, а чья деятельность никто никогда не узнает. То есть ходят люди, собирают информацию, проверяют ее, собирают доказательную базу, а потом уже привлекают к своей деятельности спецназ и реализуют ее таким образом. Хотя бывает и то, что они сами, оперативники, выступают в роли вот этих вот спецназовцев. Было и такое. Ну, безусловно, что ваши книги будут читать коллеги, но и все-таки, наверное, большинство читателей – это простые люди. На какой аудитории вы ориентирулись? Людей какого возраста? Первая книга эта была ориентирована... Ну, она вообще задумывалась как военно-приключенческий роман. Так получилось, что она родилась в стиле Богомолова в августе 1944-го. Ну, так получилось, так вышло. И я рад этому, что так получилось. Основная аудитория, конечно, это те, кто любит приключенческую литературу. Но когда мои коллеги взяли в руки эту книгу, особенно ветераны боевых действий, когда они вот почитали, и мне было наивысшей похвалой то, что они как бы влились в те реалии, где они были. Они узнавали обстановку, они узнавали тот быт, а порой даже узнавали там что-то похожее на то, что они сами делали, сами участвовали, сами проводили. Ну и давайте расскажем про вашу награду, когда его получили, за какое произведение? Премию ФСБ России я получил за первую книгу позывной санитары. Значит, книга была, сначала отрывок пошел в журнале «Пограничник» с благословления Александра Колпакиди, историка российских спецслужб. Потом вышла книга, книгу при посредстве нашего управления, вот, с рекомендацией руководителя управления, начальника управления, была направлена в ФСБ, в Центральный аппарат, на участие в премии. На участие в премии. Да, так получилось, что вот... Награда. Награда, неожиданно. Ну, здорово. Коллеги поздравили? Коллеги, безусловно, поздравили. Я думаю, что награда ожиданная, потому что вот такой литературы, нужно сказать, не так уж и много. И вот Сергей Борисович не случайно вспомнил известную книгу в августе 44-го, по которой был снят фильм. Ну, не смею предположить, что вот эти сюжеты могут лечь в основу фильма, который, безусловно, будет интересен не только для профессионального, но и массового зрителя. Сергей Борисович, дальше планируете писать? Может быть, уже начали новую книгу? Или пока отдых? Идеи есть. Идеи есть. Вообще, в период командировки у меня, как и у каждого оперативного сотрудника, накопился такой опыт, который не изложишь ни то, что в одной, в десятке книг. Это проведение различного рода и захват взяточников, и ликвидация руководителей бандформирований. Есть идеи. И, честно скажу, да, я приступил. Потихоньку, пока рождается сюжет, рождается план. Совет ветеранов, наверное, снова окажет поддержку. Ну, мы не только готовы оказывать поддержку, но и действительно тот опыт, который накоплен за годы работы, когда мы действительно проводили очень интересные, очень серьезные и важные для государства и нашего Рязанского региона мероприятия. Они могут лечь в основу любой интересной книги. Более того, и центральное телевидение приезжало, снимало отдельные сюжеты, отдельные операции, которые проводили, транслировало их на центральном телевидении. Поэтому я думаю, что они заслуживают этого внимания. И, безусловно, вот тот дар, которым Сергей Борисович обладает, его нужно поддерживать. И мы обязательно этим будем заниматься. Николай Михайлович, как Вы вообще поддерживаете коллег, которые после завершения службы, уже находясь на заслуженном отдыхе, вот такую ведет деятельность и занимаются полезной для общества работой? Не секрет, что в большинстве своем многие ветераны уходят со службы, да, и еще в определенной степени полны силы и здоровья для того, чтобы дальше заниматься общественно полезным трудом. И вот это сложное для нашего государства, для региона, и я думаю, что для всех жителей нашей страны, безусловно, нужно продолжать, и приходится трудиться и дальше. Потому что все основания для этого имеются. И, наверное, самая главная и основная задача, которую ведет перед собой и Совет ветеранов, и организации, это дальнейшее трудоустройство и по возможности, по профессиональной линии тех, кто уходит со службы, и люди, которые способны, благодаря тому опыту, тем знаниям, продолжать оставаться полезным и региону, и отдельным организациям. Поэтому я думаю, что, наверное, вот это самые важные задачи. Ну и, безусловно, одной из таких же задач является то, чтобы ветераны продолжали вот те традиции, то общность не утратили, не потеряли. И мы готовим и проводим самые разнообразные мероприятия, начиная от работы в детских домах, заканчивая отдельными мероприятиями по спортивно-массовой работе, ну и традиционно мы отмечаем наши профессиональные праздники. Ну а те уставные задачи, которые прописаны, мы от них, безусловно, никуда не уйдем. Это традиционное участие в каких-либо политических воспитательных мероприятиях, передаче опыта молодому поколению тех навыков, знаний и иных, скажем так, примеров, которые необходимы, как молодежи, чем активно у нас занимается управление. И недавно вот проведенные в регионе очень важные мероприятия с привлечением центрального аппарата. То есть не образовательных организаций МСБ. Да, конечно. И, безусловно, иная работа, которая осуществляется с молодежью. Сергей Борисович, ну вы все-таки писатель, да? Вы какие-то встречи планируете проводить с читателями своими? Я знаю, в библиотеке Горького была презентация, а вот в дальнейшем? В ближайшее время планируется провести встречу с студентами Рязанского политехнического института Московского университета. Вот. В первую очередь, конечно, я планирую встретиться с коллегами, со своими, на ближайшем празднике. И, безусловно, там презентую свою книгу. Это обязательно. Ну и такой важный вопрос. Просто поделюсь. Поделюсь. И такой важный вопрос. Где в Рязани ее можно купить? В Рязани ее можно приобрести в библиотеке имени Горького и в том же Барсе, в книжном Барсе. Кстати, именно к созданию второй книги меня сподвигнула Светлана Платова из директора книжного Барса и Игорь Васильевич Скворцов. Такой вот меценат, совершенно бескорыстно помог и сподвиг. И особенно отрадно знать, что он из наших сотрудников. В гостях программы «Городские встречи» был ветеран органов безопасности, подполковник запаса Сергей Рюмин и председатель Совета ветеранов УФСБ России по Рязанской области Николай Дронов. Спасибо, что пришли. Спасибо. Вам спасибо. Приглашайте. Наша программа подошла к концу. До встречи на телеканале «Город». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА